Большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Пельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейнерц заявил, что в ЕС заморожено практически 14 миллиардов евроактивов, включая 12,5 миллиардов в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов. Единственное, хотя по отечественным, по нашим прикидкам, объем замороженных иностранных активов российских инвесторов в Европе составляет примерно 30 миллиардов долларов, о чем сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, с другой стороны, замороженные активы иностранных инвесторов в российских акциях и облигациях тот же господин Тимофеев оценил приблизительно в 312 миллиардов долларов. И это мы еще не считали по более крупным проектам, так, можно сказать, по верхам прошлись. Ведь вот, пожалуйста, внимание, правительство Японии призвало компании Митсуи и Митсубиши сохранить участие в проекте Сахалин-2, который обеспечивает около 9% импортируемого в Японию СПГ, сообщает японская Никей. И друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, да, это весело. Вот вице-канцлер Германии тоже, наверное, уже и ваш любимый, а уж как немцы его должны ценить, Роберт Хаббек, рассказал, что было бы фатально отапливать офисы до 23 часов. И вообще, что, дескать, бюргерам также нужно подумать, имеет ли смысл включать отопление на Рождество или Пасху, где это возможно и где нет смысла. Представляете, да Путин такой в 12 ночи в обращении на Новый год. Вот, дорогие россияне, оденьте, пожалуйста, тулупы поверх трусов и начинайте экономить. А потом еще Владимир Владимирович расскажет, как мы победили Германию, как нам надо пересаживаться зимой на сане на велосипедном ходу. Не, не представляете. Наша редакция тоже, так что давайте вернемся куда как более веселому. Однако теперь к самому. Вот уже США разрешили покупать своим конторам хоть продовольствие, хоть удобрение из России. Потому что выяснилось, что Москве чуть больше, чем плевать. А вот в Штатах фермерам, мягко сказать, привет котенку. И да, и Литва тоже ругается и снимает гадости. И седьмой пакет санкций не задался. А тут еще журналисты отрыли. Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций. Запрет на импорт готовых ювелирных изделий золота, пишет Заполитика. Короче, запретами просто какая-то тоска. Но и это, обещаем, не конец истории. Друзья, сообщаем тем, кто еще не подписан на наш дзен-канал, не конец истории. Срочно подпишитесь. Там вы найдете эксклюзивные статьи и видео раньше, чем на ютуб. Ссылка на экране и в описании. Субтитры сделал DimaTorzok